Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня особое видео про Николая Николаевича Дроздова. Информация о том, что он стал есть опять мясо, хотя с 60-х годов был веганом, какое-то время был сыроедом. Что случилось, что говорит сам Дроздов об этом. И действительно, выводы разумные, которые я сделаю, будут важны, интересны разумным людям. Ну, по крайней мере, тем, кто хочет разобраться в этом вопросе, почему и правда ли, и так далее. Итак, по порядку. 8 марта мне написала Екатерина Садыкова. Кстати, поздравляю всех женщин, пусть уже с прошедшим, кто считает это праздником. Так, теперь письмо Екатерины. Здравствуйте. Очень хотелось, чтобы Юрий Андреевич разобрал тему из новостей о Дроздове, который после очередного перелома заявил, что у него хрупкие кости из-за многолетнего вегетарианства. И дала ссылочку. Я сначала даже не поверил, мог ли Дроздов, человек, который так любит животных, который, естественно, и по понятным причинам еще с 60-х годов отказался от употребления животных продуктов, по крайней мере, мяса, продуктов убоя, что сейчас он вдруг, вот, ну, что называется, в почтенном возрасте, имея время хорошо укрепиться в своих убеждениях за эти десятки лет, перестал придерживаться вегетарианства и стал есть мясо. Ну, давайте разберемся. И вот статья. Врач назвала причину многочисленных переломов Николая Дроздова, опубликованная статья 1 февраля, ну, 23-го года, соответственно. Пишет. Причиной хрупкости костей и обширных травм, которые телеведущий Николай Дроздов получил при падении, было вегетарианство. Да, прошла новость, по-моему, если не ошибаюсь, до Нового года, а может быть после, сейчас не помню, что Николай Николаевич упал, и там много ребер сломал, и так далее. И вот, что я услышал. Значит так. Цитирую. Причиной было вегетарианство. Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала об этом в своем телеграм-канале. В конце января 85-летний Николай Дроздов попал в больницу с многочисленными травмами. Телеведущий упал и сломал 8 ребер, повредив одним из них легкое. Врач отметила, что даже человеку преклонного возраста можно было бы избежать столь тяжелых последствий после падения с высоты своего роста причиной многочисленных переломов она назвала вегетарианство и сыроедение, которое долгие годы практиковал Дроздов. Значит, давайте сразу скажу. Вы слышали когда-нибудь такой пример, когда человек, идя по лестнице, спускаясь вниз, так неудачно ставит ногу, что ломает себе пятку, ну и другие кости. Вот я, например, слышал и знаю лично, вот мой отец мне рассказывал про такие случаи. И эти люди были самые, что называется, обыкновенные, разные люди были. Так, теперь еще сразу спрошу, вы знаете о людях, которые едят все и так, и сяк, и умеренно, и неумеренно, и мясо, и все что угодно, и ломают себе кости, они хрупкие, развивается остеопороз, ну у миллионов людей он развивается, не так ли? Кстати, мы еще поговорим с вами об этом чуть позже. Вы слышали о людях, которые ломают шейку бедра? И это в основном как раз в пожилом возрасте, и спросите у себя эти люди, мясоеды или они веганы, вегетарианцы, сыроеды? В основном они как раз на обычном так называемом питании, то есть и мясо, и все такое. И молоко, потому что они верили святые, верят до сих пор, что сыр, творог и молоко это настолько полезные продукты, что они защищают от остеопороза, ведь там так много кальция, который укрепляет кости, не так ли? И тем не менее, эти люди ломают себе кости, ломают шейку бедра, после чего они, как правило, в скором времени умирают, не так ли? Ну ладно, идем дальше. В ходе обследования выяснилось, что в организме дроздова не хватало калия и натрия, из-за чего кости стали более хрупкими. Вообще-то я несколько поражен и удивлен, если бы сказали, что инфаркт получил дроздов, потому что калия не хватало, ну и допустим натрия. Ладно, я бы понял, это научно обоснованно, но ведь при нехватке натрия и калия кости хрупкими не становятся. Соотношение минералов – это важно, но всегда, когда говорится о костях, речь идет о кальциях, безусловно. Правда, мало кто говорит о кремнии, но это больше правонепригодность вот этих докторов наук, которые давно уже позабыли общую биохимию и знают только что-то в одном своем узком направлении, причем часть этих знаний не являются знаниями, а являются верой, что частично я уже сейчас доказал, но далее будет интереснее. Итак, из-за чего кости стали более хрупкими? Чтобы восстановить дефицит микроэлементов, микроэлементов, хорошо, когда это натрий стал микроэлементом, ну ладно. Пожилому телеведущему ставят капельницу, утверждает Павлова. По ее словам, чтобы сделать кости более крепкими, необходимо употреблять животный белок. Вопрос сразу, какое отношение животный белок имеет к укреплению костей? Вот просто, хоть бы какое-то обоснование было, это можно утверждать таким образом вообще любую чушь нести, прикрываясь какими-то званиями, регалиями и белыми халатами. Ну далее. И придерживаться сбалансированного питания. Как хорошо, какая белитристика дешевая. Теперь в рацион от Дроздова возвращают мясо, подвела итог эндокринолог. Я даже представляю, как она руки потирает и, так сказать, с радостью это сообщает миру. Ну, после этого я решил в интернете кое-что найти об этом более подробно и, в принципе, нашел. Давайте буду зачитывать и подводить итоги. Вот эта статья в МК, ссылки я на обе статьи дам, само собой, называется «Николай Дроздов откровенно рассказал про свою госпитализацию». Вот это действительно интереснее, потому что сам Николай Николаевич рассказал. «Травма последствия вегетарианства». Прямо так и названа статья. Далее написано, что телеведущий стал есть мясо, чтобы укрепить кости. Я буду кое-что пропускать, там знаменитый телеведущий на шутку напугал поклонников, когда сломал ребра в больницу. Так, сначала знал этот узкий круг людей, ну, а потом наметились улучшения, и Дроздов вышел на связь пообщаться с корреспондентами МК, откровенно рассказав о своем самочувствии. Вот это самое интересное. Потому что действительно сам Дроздов рассказывает. Меня здесь в больнице очень активно лечат. Понятно, есть ли были бы ощущения, есть, но понятно. Что врачи говорят? Они говорят, что у меня очень удачный перелом, когда я подскользнулся на льду. А теперь представьте, дорогие товарищи, возвращаясь к тому, что я вначале сказал. Вот представьте, что такое на льду подскользнуться. Но последствия могут быть самые разные для любого человека. Например, есть и дети. Даже случаи, когда ломают себе кости. Вот, например, я один раз там в Карелию, в Пудыш, такой город, приехал вечером с женой много лет назад. И, значит, уже темно было. И вот такого никогда в жизни со мной не было. То есть, одну ногу я вынес вот на улицу, а вторая еще в машине. Вот я вам клянусь. Вот одну ногу поставил на почву. Это лед был такой, где наверху слой воды был. Значит, я в долю секунды... То есть, это я как будто вот просто резинку мощнейшую привязали и спустили курок. И она меня притянула там с бешеной скоростью. То есть, я оказался в долю секунды, лежащей на спине вот в этой воде, покрывающей слой льда. Уверяю вас, что если бы что-то там оказалось, или как-то это было по-другому, а я не прям плашмя упал всей поверхностью тела, то я тоже что-то мог бы сломать. Ну ладно. То упал, говорит Дроздов, так, что у меня локоть оказался под ребрами. Это, видимо, помогло не допустить еще большие травмы. Кстати, может быть, и наоборот. Как раз и лопнули на том, что давление было больше в определенной части. Ну это ладно. Сказали, что в больнице нужно провести 20-25 дней. Осталась неделька. Как кормят? Довольно питанием. Отлично, мне все нравится. Я малоежка, поэтому ем там не все, что мне приносят. Ладно, медики говорят, что ваши кости стали хрупкими из-за того, что вы давно исключили из своего рациона мяса. Вы согласны с этим? Не совсем. Значит, не совсем. Потому что я в последнее время мясо все-таки стал кушать. Ну вот факт. То есть, он сам говорит, действительно, это правда. Я очень этому, ну скажем, я очень расстроен. Потому что, ну как можно изменить своим убеждением и правде? Ведь действительно за эти годы довольно было размышлять время над этим. И врачи сказали, что если не есть мясо, то переломы будут случаться все чаще и чаще. Видите, теперь и до ребер дошло. Так, давайте здесь сделаем вот главный разбор. Значит, вот послушайте. Ну ладно, сразу скажу. Если вы хотите, чтобы ваши кости были крепкими и эластичными, то, безусловно, в питании должно быть много зелени, калий, кальций. Вот все, что зеленый магний, безусловно, содержит. Но достаточное, действительно. Речь идет не про два листика салата, а про большую-большую миску с большим верхом. Есть, в конце концов, минералы, видимо, на минералы, хилатных форм, растворенных и так далее. На крепость костей ее эластичность влияют, в первую очередь, кальций, кремний, естественные различные аминокислоты. Но мясо тут при чем? Мясо – это набор аминокислот, включая все незаменимые. Ну, допустим, есть растительные продукты, которые содержат в своем составе все 8 из 8 незаменимых аминокислот. Тут же овес, крапива, да много чего другого. Конопля, амарантовые семена, проростки. И многое-многое другое. И не надо есть все 8 из одного продукта получать. Можно получать разные аминокислоты из разных продуктов. И вопрос тут именно, что просто не хватило Николая Николаевича, не хватало определенных микро- и макроэлементов. Но самое главное – это тест на профнепригодность. Вот так же, как я привожу примеры уже годы, 10 лет как минимум, о том, что если врач по результатам анализа видит, скажем, у ребенка или у мужчины, взрослого, дефицит железа, гемоглобина, что нужно в первую очередь делать? Анализы на паразитов сдавать. Если врач это не делает, а в 99% случаях дефицит железа, анемии, различные гемоглобины, дефицит ферритина – это наличие паразитов в организме. Например, аскорид, который просто пьют кровь, пробуравливая стенки кишечника, и просто одна взрослая особь 30 мл в день выпивает. 10 особей 300 мл в день. Может быть, снижение железа гемоглобина не может быть, а будет. Врачи проверяют на это? Нет. И здесь то же самое. Хотите, я вам скажу второй тест на профнепригодность любых профессоров? И плевать, какой у них диплом. Потому что истина, вот просто я вам ее объясняю, она простая. Это законы биологии, биохимии. Это дефицит витамина D3. Он тотально сейчас есть у всех. Особенно кто мало ешки, кто мало ест, он еще меньше получает витамин D3. С ни с каким солнцем вы не получите норму D3 сейчас в наши дни. Почему так произошло сейчас происходит? Это уже второй вопрос. Это просто факт. 10-20 тысяч МЕ в сутки – это минимальная дозировка витамина D3 для каждого взрослого человека в наши дни. Даже до 100 тысяч не страшно, просто не нужно. Ему надо, дроздову, 20-30-40 тысяч МЕ в сутки равномерно 2-3 раза в день этот объем. Получать витамина D3 натурального. Получал ли он его? Нет. И вот с этим связана главная причина остеопороза, хрупкости, кости и так далее. Еще один момент. Я давно выпускал видео про вред молока, молочных продуктов. Ну, кроме жиров чистых, хотя там тоже они окислены, поэтому, в общем-то, тоже не есть хорошо. Но, самая главная суть. Страны, где исторически развито молочное животноводство – Дания, Норвегия, Швеция, вот эти северные страны, как минимум где тысяча лет известна такая традиция, скажем так, и они потребляют много молочных продуктов, самый высокий процент остеопороза в мире. Почему? Я подробнейшим образом это объяснял. Что есть излишнее количество азота, какое происходит закисление организма, как тратятся кальций и другие щелочные элементы на реакцию нейтрализации, для того, чтобы в норму реакцию ввести признак кислотности щелочности, то есть в норму. А вот какие среды обладают у нас щелочное, какие кислые реакции, то есть в норме реакции своей, как бы кто ни пыжился, не мечтал, вот это просто будет у каждого человека. Это я тоже пояснял в своем видео, например, почему не стоит жарить и варить пищу, ну, именно в контексте того, что с минералами происходит. И во втором видео, самым главным в этой связи, про то, стоит ли защелачивать или закислять организм, посмотрите непременно потом, да. Ну, вот ссылки на эти все видео я оставлю под этим видео и на плейлист по молоку, все, что связано с молочной темой. Так, я надеюсь, я вам доказательно поясню абсолютные научные, медицинские, примитивные факты. Чтобы избежать хрупкости костей, переломов различных, необходимо что? Потреблять именно кальций. Вот, например, Углов Федор Григорьевич Углов, да, я его лично знал, великий русский хирург, почти 104 года он прожил. И вот он получил травму, перелом шейки бедра в 99 лет. Он ходить стал, мне Эмилия Викторовна, его супруга потом рассказывала, а ходить он стал после операции в эту же ночь. То есть, с огромным трудом, через усилия стал заставляя себя ходить. А он потом даже рентген не делал, и в плане заживления там все было в порядке. Но она мне сказала, вот она ему дробила скорлупу куриную там в порошок, и много лет последних добавляла в пищу. Мы сейчас говорим о каком минерале, вот как вы полагаете? Конечно, о кальции. Да, там гасилось это дело с лимонным соком и прочее, но я вас уверяю, лучше всего потреблять натуральный качественный витамин D3. Безусловно, с К2. Вот еще вам скажу один секрет. Нужен витамин D3, да? А чтобы кальций оставался в кости, нужен витамин К2. Поэтому даже некоторые компании, мировые производители, выпускают вместе D3 плюс К2 в связке. И это не просто так, это правильно. Итак, много зелени, глазерный овес, каша из него, допустим. Ну, кто ест творенную пищу? Пшено, пшеную кашу. Еще раз, много-много зелени, овощей, редька, репа, брюква, турнепс, вот такие. Посмотреть мое видео, а что же тогда есть? Обязательно принимать витамин D3, К2. Есть даже масло 4 в одном специальное, вот как раз D3, К2 и омега-3, все в одном. Вот это. К примеру. Или чего хотите. Главное, чтобы было 10-20 тысяч МЕ, международных единиц, D3 витамина в сутки. Человек потреблял. Обязательно. Вот причины проблем у Николая Николаевича Дроздова. У него нет проблем с сердцем, видите, у него нет проблем ни к... А с костями есть. Потому что, ну вот этот момент, даже Николай Николаевич Дроздов не знал, ну не думал об этом. Так бывает, поверьте, даже самые умные люди порой не задумываются о очень простых и важных вещах. Ну вот просто не задумываются. Вы с этим не сталкивались? Я вот сталкивался. Ну вот дальше его спросили, анализы крови что-то показывают? У вас их брали? Ну конечно, врачи сказали, что в моем организме не хватает калия, натрия и некоторых других элементов. Совершенно верно, ну понятно. Мне капельницы ставят, восполняют. Все это последствия моей вегетарианской жизни. Мясо все-таки надо есть. Ужас, конечно, больно становится, когда вот так, что называется, не то что ломают. Он сам вот как-то вот... Слушайте, вот как бы я хотел поговорить с ним на эту тему? И, конечно, Николай Николаевич как человек разумный все понял бы, да? Просто порой люди такого склада, ну добрые, простые люди, они очень, как бы сказать, во-первых, доверчивы, во-вторых, очень наимны в какой-то степени и многое надумывают себе. Ну и давайте в конце просто для того, чтобы, ну только невменяемый не понял бы, а любой разумный поймет, ну уже все окончательно. Последнюю точку я поставлю в этом вопросе, что это все глупость, конечно, ни от какого-то, ни от вегетарианства, ни от вегетарианства это. Вот вам пример. Джо Ролинна, американец итальянского происхождения, один из самых сильных людей на свете, вот он в возрасте более 100 лет, сгибал двумя пальцами 25-центовую монету в конверт. Как вы думаете, кости у него были крепкие? Кстати, он умер от того, что его в 104 года сбила машина. Этот человек, обладающий чудовищной силой и крепким, как вы понимаете, скелетом, который двумя пальцами сгибал, и кости его при этом не ломались, не дробились, ну то есть вы бы мечтать могли о такой силе, ну я уж не говорю, что в более чем 100-летнем возрасте. Так вот, товарищи дорогие, он был веганом лет так около 80. Не опровергает ли глупость, сказанную врачами и повторенную, к сожалению, Николаем Николаевичем Дроздовым, уважаемым, естественно, человеком, любимым миллионами людей? Не глупость ли это? Ну, конечно, глупость. Давайте еще один пример. Например, великий, не побоюсь этого слова, врач, кардиохирург, профессор старой еще школы, который оперировал людей до 95 лет, так вот он прожил тоже 104 года, он был веганом около 70 лет и считал, что это самая правильная диета, просто он вносил, например, дополнительно принимал витамин В12, скажем, еще кое-что. До последнего дня был полон сил и энергии, не ломал кости и что можно этим сказать? Этим можно сказать, что никакого отношения веганства, вегетарианства и сыроедения не имеет к причинам переломов слабости, хрупкости костей. Глупость полная. Напротив, при правильном веганстве и сыроедении, без дефицита питательных веществ, как и при любом питании без дефицита питательных веществ, опасности переломов нет, или, по крайней мере, они так же, ну, малы, как и в молодом возрасте. Просто с возрастом дефицитные состояния сказываются негативным образом на человеке, вот и все, понимаете? Накопление проблем, а накопление проблем приводит к последствиям, то есть когда-то точка кипения происходит, или, скажем, на чаше весов здоровья болезни что-то сдвигается и куда в сторону болезни, конечно, потому что мы не устраняем эти факторы. Вот и Дроздов, безусловно, начал есть мясо еще до того, а потом все-таки это не помогло, само собой, и он получил переломы. Поймите, дорогие товарищи, вопрос не в названиях продуктов, а в веществах, поймите. Тело наше состоит из определенных элементов, их важно получить. Ну, вот еще вам два видео в завершении ошибки зожников и почему в наши дни мы не можем питаться только плодами. Так, для аналитики. Ну, и вот давайте еще дам вам совет все-таки, хороший, добрый совет. Посмотрите все те видео, которые я оставлю вам, вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И обязательно пишите свои комментарии, но только пусть они будут основаны не на желаниях, а на знаниях, на логике и на разуме. Мало ли, кому-то что-то не нравится. Ко всему в жизни нужно подходить беспристрастно. Вернее, пристрастие должно быть, но только одно – констатировать факты и истину. И порядочный человек всегда согласится и скажет, да, я был неправ, потому что ваша аргументация или кого бы то ни было превзошла мою. И я услышал опровержение или услышал факты, которые доказали то, что я был неправ и я об этом просто не думал. В завершение, что я хочу сказать, я, конечно, очень сожалею, что Николай Николаевич Дроздов получил вот такую травму, это безусловно, это самое главное. Во вторую очередь, я сожалею, очень сожалею, что Николай Николаевич Дроздов, ну, скажем, изменил своим убеждением, нормам этическим и так далее. Очень сожалею. И в-третьих, я очень сожалею, что вот эта глупость, которая разумному человеку, умному человеку, так вбили, или он себе вбил в голову, что виной его, переломом является вегетарианство, веганство, это, конечно, ну, это у меня просто нет слов, честно говорю. Я, как человек железной логики и разума, ну, просто не могу это осмыслить, осознать. Просто не могу. Ладно бы это было как-то сложно, но это так примитивно, но это так очевидно, это так доказательно, что, собственно, сегодня я и сделаю. Есть у меня через знакомый контакт с Николаем Николаевичем, может быть, не знаю, и получится связаться и поговорить. А также, кстати, с радостью, ну, вдруг, кстати, из вас, из моих зрителей есть, тоже, кто его знает, ну, всякое бывает, хорошо, лично, может быть, друг семьи, ну, друг. Поговорите, пообщайтесь, я с радостью дам ему для восстановления, укрепления костей, бесплатно, разумеется, все препараты, какие только нужны, потому что я его лично уважаю, безусловно, готов безвозмездно помочь большим количеством необходимым всего, что только нужно, натурального, экологичного. Начинает витаминов D3 с К2 до органического кальция, фульвовых кислот с кремнием и так далее, и его кости за, там, ну, хорошо, год пусть будут, как у 20-летнего. На этом, пожалуй, на сегодня все. Продолжение следует...